Это же жизнь. Это то, что человек должен пройти. Обычно у человека, когда приходит на приём, я говорю, две-три аварии, две-три операции по жизни. Но вы долгожитель, вы должны это пройти. Есть такой материальный долг, есть кармический долг, есть родительский долг, есть перед детьми долг. И вот кармический долг во все своё воплощение у человека должен оставаться порядочным. Рекомендуется, если что-то в жизни, какой-то застой, куда-то поехать, что-то новое увидеть. То есть изменить не только обстановку, но и изменить себя, изменить отношение к себе. И на этом фоне могут происходить такие вот инсайты, такие озарения. Домой Бота пришла поздно. Как и ожидалось, мама начала её ругать. Где ходишь? Где товар? Но обнаружив, что у дочери высокая температура, положила её на кровать. Самочувствие Бота ухудшалось, ночью она стала бредить. Ей казалось, что она пробирается сквозь лесную чащу, состоящую из вопросов. Почему не звонит её парень Жасулан? Как рассчитаться с долгами? Где взять денег на новое пальто, если надо покупать зимние вещи младшему брату? Мучительные вопросы превращались в ветки и больно били её по лицу. Но вдруг все препятствия исчезли сами по себе. И перед Ботой снова появился тот самый старик с рынка. «Тебе надо идти в гору», — сказал он. «Когда поднимешься на вершину, тогда и справишься с болезнью». Подвиги, слава на века, имя на монументах, золотыми буквами — это всё не для нас. Миллионов простых людей. У нас другие подвиги, не менее великие. Борьба с рутинами, обстоятельствами, страхом перед завтрашним днём. Они остаются незамеченными. Все так живут. Но мы способны принимать решения, значит, мы живём, а не существуем. Мы способны действовать, а значит, можем добиться своего. Жить — это значит понимать, что ты создан для чего-то больше. И чем чаще мы об этом думаем, тем более могущественные силы приходят к нам на помощь.